Всем привет! С вами Екатерина. Светлана у нас сегодня будет за кадром. Прошли все новогодние праздники. Я решила, что самое время поговорить о диетах. В конце декабря я прочитала новую книжку Джулии Кэмерон. Это «Творческая диета». Я думаю, многие знают, что Джулия Кэмерон не диетолог, не врач. А она человек, который раскрывает в людях творческое начало. На нашем канале вы можете найти серию видео, как я проходила путь художника Кэмерон. Курс у меня прошел где-то положительно, где-то отрицательно. Я думаю, кто смотрел, тот знает. Если вы не смотрели, то по ссылочкам пройдите и посмотрите. У меня главный ступор был на утренних страницах, к которым я вернусь сегодня обязательно, позже, потому что в «Творческой диете» они тоже есть. Джулия Кэмерон решила рискнуть и написать про диеты. И как бы вы ни относились к самой Джулии Кэмерон, я знаю, что многие проходили путь художника и получили исключительно положительные эмоции, но вот эту книжку нельзя воспринимать как основное чтение по диетам. Это исключительно вспомогательная книга. Я сказала, что Джулия Кэмерон не диетолог и не врач. О себе я могу сказать, что я никогда не сидела на диетах, если не считать периодически вынужденные лечебные диеты из-за желудка. Но это совершенно были другие цели. Но что мне очень понравилось, то что Джулия Кэмерон, она настаивает не на диетах, она настаивает на правильном питании. Сама она его называет чисто питание. То есть это то, чего вы должны придерживаться всю жизнь. А сидеть периодически от диеты к диете, это совершенно неправильно, это делает только хуже вашему организму. Несмотря на то, что я не сидела на диетах, но я люблю читать об этом, я знаю, что правильно, что неправильно, я люблю узнавать, да, как правильно сочетать продукты, что желательно кушать и что нежелательно. Ну, об этом я, кстати, узнала впервые у врачей. Многие продукты, которые мне отсоветовал кушать врач, я так и не их не ем. Например, я совершенно не ем майонез уже, наверное, лет 15. Я терпеть не могу вкус майонеза. Но давайте теперь перейдем к книжке. Сама книга делится на две части. Это первая часть – инструменты, а вторая – ситуации и решения. Так вот, первая часть мне понравилась гораздо меньше, поскольку там многие приемы, содраны из пути художника, только с приставками кулинарии и еда. И знаете, уже правда кажется, что такой прием, как утренние страницы, скоро, наверное, будут спасать весь мир от бед и напастей. Из всех предложенных инструментов Кэмерон я бы выделила два, которые, мне кажется, достаточно полезны. Во-первых, это пищевой дневник, когда вы все время носите с собой определенный блокнотик, куда в течение дня пишите все, что вы кушали. Это вам помогает как-то самодисциплинироваться. Еще до Джулии Кэмерон я, например, пробовала вести пищевой дневник, и у меня не получилось. У меня было ощущение, что я кушаю ради записей. И в итоге я сорвалась. Читать про мое количество кофе, выпитого за день, было не очень приятно. Но для некоторых пищевой дневник действительно может стать полезным инструментом. И второй прием, который мне, пожалуй, понравился больше всех – это завести телесного друга. То есть у вас должен быть человек, который вас поддерживает в вашем начинании правильно питаться. И если вы правильно найдете такого человека, то он вам станет большой моральной поддержкой. Например, Светлана, несмотря на то, что мы с ней хорошо дружим, она не может стать моим телесным другом, потому что мы друг друга не поддерживаем. Мы друга только развращаем. Развращаем, да. Это, например, пойдем скушаем шаурму в 10 вечера. Я, например, точно знаю, что я похудею только в том случае, если не буду общаться с Екатериной Евгеньевной. То есть я виновата. Дружба дороже. Телесного друга можно завести не только. В реале Кэмерон предлагает, допустим, какой-то интернет. Общение исключено. Вы можете вообще не знать этого человека лично, но вы будете друг друга поддерживать. Или вы там пишете, у меня случился срыв, он тебе там пишет. Ничего страшного. Ты всегда можешь начать сначала. Но если говорить обо мне, то для меня ситуация завести кого-то исключительно в виртуальной реальности и писать ему о еде, для меня это будет сложно, например. Вторая часть книги, посвященная ситуациям и решениям, мне понравилась гораздо больше. Кэмерон описывает действительно важные психологические моменты о том, как их можно преодолеть, и приводит при этом ситуации из жизни своих студентов либо своих друзей. Например, она рассматривает особые случаи. Новый год, день рождения, на работе, либо с друзьями. Как в таких случаях отказаться от обильной еды и алкоголя? Я думаю, многие знают, что это такое, особенно на работе. Во-первых, здесь, как и в любом, наверное, случае, нужна самодисциплина жесткая. И вы должны выбирать на столе то, что вам не захочется съесть еще. И я, например, в своем случае тоже не знаю, как это выбрать, потому что я сегодня думала о том, чтобы я не съела повторно со стола. Ну, я, правда, думала про холодец, который я не очень люблю, про оливье и, наверное, про гречку. Ну, кто ставит гречку на праздничный стол? Я не знаю таких людей. Или она говорит о таком явлении, как похмелье от еды, когда ты обжираешься на ночь, а утром просыпаешься в таком состоянии, как будто бы ты весь прошлый день пил. Ну, она, естественно, говорит, да, что, ну, допустим, вы действительно это сделали, да, вы там не смогли сдержать себя. В этом случае надо спокойно не винить себя, а проанализировать, почему вы объелись. Скорее всего, это опять-таки из-за каких-то там проблем, либо из-за усталости, как это бывает часто, когда вы загружены на работе, там, допустим, приходите домой в 9 и начинаете поглощать все, что вы видите в холодильниках. Здесь надо успокоиться и проанализировать это, и начать все заново. И вот то, что надо начать все заново, мне тоже понравилось, что она об этом говорит неоднократно. Когда у вас происходит срыв, а он происходит, наверное, у многих людей, не надо себя винить и думаешь, да, вот я и сорвался, и пойду уже дальше по наклонной. Надо успокоиться, пожалеть себя, наверное, и начинать заново. То есть никогда не поздно либо начать, либо начать заново. Порой Кэмерон пишет очевидные вещи, но, мне кажется, повторить их в очередной раз никогда не будет лишним. Например, это убрать весы с глаз и в ни в коем случае не взвешиваться ежедневно. Осознать, что отфотошопленный глянец вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. Или диеты, которые основываются на тупом подсчете калорий, неверные. Джулия Кэмерон, наверное, не была бы Кэмерон, если бы не вписала и в эту книжку божественность. У нее точно есть глава, которая называется «Божественная благодать», где она даже во многом противоречит себе из предыдущих глав, когда пишет о том, что очень часто человек ориентируется на такую сомнительную вещь, причем она так и пишет, сомнительную, как вера в себя, что надо верить не в себя, надо верить в Бога. И когда у вас какие-то проблемы с едой или у вас срыв, вы должны просто пойти и помолиться. Мне кажется, это звучит еще и в разделе творческих диет совершенно абсурдно. Возможно, это кому-то помогает. Но мне кажется, если вы начнете верить в то, что вам Бог поможет похудеть или взять себя в руки и начать правильно питаться, то вы забудете про то, что надо верить в себя. Надо все-таки в первую очередь верить в себя и в свои силы, и в то, что у вас действительно получится вот так кушать. А теперь вернемся к самому главному пункту, который привлек мое максимальное внимание в этой книжке. Это утренние страницы. И как ни странно, но именно в этой книге, которая посвящена диете, я нашла ответ на давно мучивший меня вопрос. И, наверное, это самое главное, что я вынесла из этой книжки. Глава эта называлась «Травма», и она описывает там случаи, которые похожи на мой случай. И я точно знаю, что у многих зрителей утренние страницы вызвали такой же эффект. Мне об этом писали многие у нас под видео как раз-таки про путь художника. Когда я начала вести утренние страницы, в какой-то момент утренние страницы вызвали во мне то, что я вспомнила. Во мне всколыхнулись, буквально поднялись плохие воспоминания. Их было очень много, и я не знала, как с ними побороться. В итоге я самостоятельно подавила, как смогла их себе, и постаралась забыть. Я закрыла этот шкаф со скелетами. Я понимаю, что это неправильная методика, но я настолько эмоциональный человек, что это, наверное, было для меня единственным каким-то возможным самостоятельным решением. Так вот, Джулия Кэмерон приводит случаи у студентов, у которых утренние страницы делали то же самое, и они говорили ей об этом, они не знали, как с этим справиться. Там были очень нехорошие и тяжелые случаи. Джулия Кэмерон на этом говорит очень очевидную вещь, о которой я бы даже не могла подумать, потому что, мне кажется, в этом плане она снимает с себя некую ответственность за то, что она делает со своими студентами. Она им говорит, что вам нужно обратиться к психотерапевту. Не знаю, может быть, у нас в столице психотерапия распространена хорошо, и там есть профессионалы, но, например, в Ростове-на-Дону этот номер не прокатит. И, мне кажется, свою знаменитую методику утренних страниц Кэмерон должна начинать с того, что говорить именно об этом, что утренние страницы часто могут дать не позитивный эффект, а совершенно негативный. И если рядом с вами есть психотерапевт, то окей, вы можете продолжать вести утренние страницы. Книгу Кэмерон прежде всего нужно воспринимать как вспомогательное средство при переосмыслении своего рациона. Ее методики, ее приемы очень многие вышли из пути художника, и порой они выглядят притянутыми за уши к диетам. Мне кажется, эта книга больше подойдет тем, кто только либо встает на путь диет, либо думает о том, что надо начинать правильно питаться, но исключительно как вспомогательное. Из книг о правильном питании я бы посоветовала китайское исследование, и даже несмотря на то, что она ориентирована на тех людей, которые не кушают мясо, но там очень много полезной информации. Джулия Кэмерон же частенько озвучивает прописные истины, но опять-таки, те, кто начинают только этот путь, возможно, для них это будет важно, либо повторить, либо увидеть их впервые. Как, например, банальное, пить 8 стаканов воды в день. На этом я буду заканчивать. Расскажите мне, был ли у вас какой-то опыт диеты, или вы, как и я, сидите исключительно на чем-то лечебном периодически. Вынужденно! Кушайте правильно, кушайте осознанно, худите с умом и смотрите наши видео.